Ммм, вкусно, скажи. Ммм, как вкусно. Дегустация под открытым небом. Жители Брянска пробуют белорусский зефир. Продукцию фабрики «Красный пищевик» — это более 250 наименований. Уже успели полюбить во многих странах мира. Но на российском рынке бобруйские сладости до сих пор можно было купить только в Москве и Смоленске. Завоевать сердца брянских покупателей и в перспективе открыть здесь фирменный магазин. Задача производителя на ближайший год. В настоящее время предприятие достаточно плодотворно работает по системе франчайзинга. В тесной кооперации с коммерческими организациями. В настоящее время открыто 10 торговых объектов по франшизе «Красного пищевика», которые успешно работают не только в Беларуси, но и за ее пределами. Уровень достаточно высокий, предъявляется к нашей продукции. И, конечно, сегодня для завоевания потребителей необходимо соответствовать всем предъявляемым качествам и требованиям. Одна из старейших ярмарок Брянщины, Свенская, в этом году широко представлена товарами белорусских предприятий. Многовековые славянские традиции, качество и вкус демонстрируют производители из Гомельской, Витебской и Могилевской областей. От конфет до одежды. Возможность не только показать и продать привезенную продукцию, но и провести рекламу-презентацию предприятия. На белорусских рядах всегда многолюдно. Все пробовали, все очень вкусно. Очень замечательная продукция, лучше, чем наша даже, в принципе. Хотя я как бы патриот, но белорусы молодцы. Мы вообще белорусские продукты очень любим. Они вкусные, качественные. Мои дети с удовольствием едят и мясную продукцию, и молочную. Свенская ярмарка стала продолжением славянского экономического форума, на котором белорусские регионы заключили с Брянской областью новые соглашения о сотрудничестве. Документы в течение трех лет будут определять курс дальнейшего взаимодействия между приграничными регионами. Участники договорились вернуться к прежнему уровню товарооборота между Белоруссией и Брянщиной. Более 900 миллионов долларов в год. Мы договорились об открытии нескольких торговых центров, именно под экидой еночной белорусского. Это будут и фирменные магазины по продаже кондитерских изделий, мясо-молочной продукции. Будет общий магазин, это белорусские товары, где будет представлена практически вся белорусская переработка. Депутат-тяжеловес Николай Валуев приветствует любые совместные инициативы. Он специально приехал в Брянск поддержать участников форума. Импортная, говорит, давно не покупает, предпочтение отдает российскому и белорусскому. Продукция, которая производит наши страны, она выгодно отличается в сторону не только кустовых качеств, но и, в общем-то, на Западе прекрасно знают, в первую очередь она не содержит ни ГМО, ни всякой гадости, которую они туда пихают. По индексу роста производства Брянская область на первом месте в Центральном федеральном округе России. Перейти от простого обмена товарами к более глубокому сотрудничеству Александру Лукашенко на недавней встрече в Минске предложил губернатор этого региона. За основу решили взять совместное предприятие Брянск-Сельмаш. Когда белорусский Гомсельмаш только начал расширять производство, никто и не ожидал, что Брянский завод уже вскоре превратится в промышленного гиганта. Мы видим по этому году, что предприятие увеличило свои продажи на 75%. Вот это хороший, позитивный пример того, как работают совместные предприятия на благо двух народов – русских и белорусов. Не осталось в стороне от партнеров и тема недавнего запрета на поставки в Россию отдельных видов белорусской продукции. Напомним, Ростельхознадзор предъявил претензии к трем нашим предприятиям. Суть – несоответствие бумаг стандартам или, как говорилось в сообщении, в связи с нарушениями требований Евразийского экономического союза. Хотя белорусские заводы их исправно соблюдают. Представители российской делегации уверены, скоро таких разногласий между странами не будет вовсе. Все эти локальные проблемы, они на самом деле решаемы. А избежать их можно только путем того, что мы всегда ведем диалог, что мы всегда общаемся и что у нас практически нет той границы, как она условно обозначена. Нет проволоки и нет каких-то преград. Мне кажется, все вот эти недопонимания – это отчасти где-то, может быть, какие-то сложности, может быть, сложившись в этом диалоге. Но по большому счету у нас никаких недопониманий нет. И на такой оптимистичной ноте белорусские производители обещают увеличить объемы поставок в Россию. К тому же Свенская ярмарка стала для них еще и площадкой для новых знакомств. Сотрудничеством с нашей страной заинтересовалась делегация Мачванского округа Сербии. Потенциальные партнеры заявили о желании приехать в Беларусь со знакомительным визитом. Максим Ичерков, Владимир Пятенев. Наши новости. Брянск. Россия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова